В центре Омска вырубают деревья. Работы ведутся в городке Водников. Там один из немногих оставшихся скверов сократят почти наполовину. А мечи, живущие в ближайших домах, обеспокоены. Строители говорят, что на месте, где они уже привыкли гулять, появится парковка. Дмитрий Ковалев продолжит. В этой небольшой зеленой зоне, рядом с остановкой Старозагородная роща, всего чуть больше 80 деревьев. Клены, ивы, березы и ели. В первую очередь под вырубку попадают клены, 38 деревьев. Работы начали утром в понедельник, и дата их окончания пока неизвестна. По заверению работников Департамента городского хозяйства, вырубаются только больные и аварийно опасные деревья. Кроме кленов, спилить планируют еще пять ив. Однако правозащитники уверены, сносят насаждение не по показателям, а на глаз. В прошлом году мы вместе обходили эти деревья собственниками, приглашали сторонних наблюдателей, специалистов, в том числе агрономов, чтобы оценить состояние этих деревьев. И далеко не все из них, там порядка, может, четыре или пять деревьев, которые мы нашли, которые действительно подлежат сносу. Год назад общественники даже через суд пытались запретить вырубку. Однако в иске им отказали. На момент разбирательства работы еще не производились и даже не планировались. Тогда чиновники представили план по озеленению территории. Однако в нем количество новых саженцев намного меньше, чем деревьев в плане на вырубку. На официальный запрос чиновники Департамента городского хозяйства оперативно не ответили. Зато на сайте мэрии появилась другая информация. Напомним, что решение о сносе деревьев, отживших свой век, было принято еще в начале 2016 года и не раз обсуждалось публично. До конца текущего года здесь планируется высадить 39 крупномерных деревьев. В дополнение к существующим посадкам берез и хвойных деревьев. Сейчас и мячи обеспокоены. На этом участке рядом с центральной улицей города может появиться кафе или парковка. Земля под сквером не считается парковой зоной. Общественникам уже поздно бороться за сохранение парка. Максимум, что они могут сделать, контролировать будущее озеленение. Еще в прошлом году суд решил, что мнение собственников должно учитываться при планировании данного участка в обязательном порядке. Дмитрий Ковалев и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.